В хаотичной динамике мировых противостояний, где силы и амбиции заменили здравый смысл, многие образы становятся метафорами, отражающими скрытые течения власти и тьмы. Как в легенде о Маугли, где Шерхан воплощает разрушительную силу, стремящуюся к господству, а шакал табаки становится символом раболепной поддержки, так и в современном мире существует свой зеркальный отклик. Америка, как неугомонный тигр, рвущийся к доминированию, воплощает Шерхана в этих джунглях международных отношений. Ее когти – военные конфликты, ее рев – экономические санкции, ее тень – страх, распространяющийся на континенты. Но зло редко действует в одиночестве. У Шерхана всегда есть свои табаки – мелкие, но яростные существа, жаждущие крошек с его стола. Европа, плененная амбициями Великобритании, давно превратилась в поле игры, где мелкие государства, такие как Польша и страны Прибалтики, пытаются громкими воплями показать свою значимость, напоминая того самого шакала, всегда готового следовать за хозяином. Но зло, каким бы могущественным оно ни казалось, всегда встречает ответ. И как Маугли, добившийся победы через сакральную силу красного цветка, так и человечество каждый раз находит свой путь, обращаясь к мощи, способной испепелить тьму. Дмитрий Медведев, предрекая падение Британии, напомнил о неизбежности такого поворота. Его упоминание красного цветка, символа очищения и перерождения, было не просто метафорой, это прозвучало как пророчество о грядущих переменах. В потоке текущих событий, где реальные угрозы переплетаются с пророческими намеками, возникают неизбежные вопросы. Станет ли Россия прибегать к тому самому красному цветку, скрытому в глубинах ее потенциала? Или мы останемся ждать, когда сбудутся слова Ванги, которая однажды предрекла гибель Британии и обезлюдение всей Европы? Ее загадочные слова, впитавшие в себя энергию пророчества, оставляют за собой множество интерпретаций. Но что же имела в виду Ванга, говоря о крушении острова? Возможно, она намекала на разрушительную силу водной стихии, способную поглотить все на своем пути. А может быть, ее слова – это предостережение о неизбежности нечто более сокрушительного, чему предстоит обрушиться с востока, явившись с небес, Словно кармическое возмездие, в свете современных реалий пророчество становится тревожным эхом, напоминающим о том, что иногда намеки прошлого становятся реальностью настоящего. В водовороте событий, где вопросы войны и мира приобретают яростную остроту, мы вновь обращаемся к символам прошлого, чтобы понять природу настоящего. Уже многие месяцы витают мысли о том, чтобы позволить небратьям нанести удар по российской земле с максимальной силой и разрушительной дальностью. Коллективный Запад, словно загнанный зверь, мечется между страхом последствий и жаждой окончательной расправы. Однако вечная истина, выжженная на скрижалях истории, остается неизменной. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Это не просто слова, но напоминание о кармической неизбежности, которая догоняет каждого агрессора. Сегодня эти вопросы наполнены особой горечью, ведь дальность полета британских и французских ракет более 500 километров, что делает сердце России и Москву доступной для поражения. Если угроза станет реальностью, центр страны может столкнуться с разрушением невиданного масштаба. Но разве история учит только страху? Или, возможно, она указывает на необходимость внутреннего очищения и духовного роста перед лицом испытаний? Именно сейчас наступает момент, когда силы света должны преодолеть тьму. Высшие законы справедливости неумолимы, и каждый меч, поднятый против другого, рано или поздно повернется против самого нападающего. В свете неумолимого нарастания напряженности возникает осознание. Если угроза нанесения ударов станет реальностью, то зона риска необратимо сместится. Лондон и Париж, символы старой Европы, где хранятся следы имперского прошлого, окажутся в центре событий, обреченных на кармическое возмездие. Высшие законы баланса всегда возвращают брошенный вызов обратно его создателю. Дмитрий Медведев в своем прямолинейном и резком стиле четко выразил позицию в социальных медиа. Его слова, наполненные уверенностью и холодной решимостью, как громкий призыв к действию. На тех, кто пытается стравливать народы и вооружать небратьев мощными ракетами, должно обрушиться возмездие. Особенно это касается Англии, страны, давно втянутой в этот конфликт, хоть и пытающейся скрыть свое истинное лицо за дипломатическими масками. Но символизм в этом противостоянии слишком ясен. Великобритания, тот самый Шерхан, олицетворяет силу, привыкшую подавлять. А все ее мелкие союзники, с их марионеточной лояльностью и рабской преданностью, напоминают трусливых табаки, которые, несмотря на громкие вопли, сами же станут жертвой этого хаоса. Необходимость ответного удара, который Медведев описал как «акт справедливости», становится не просто военной стратегией, о глубокой философии и противостоянии злу. Любая попытка напасть на Россию обернется неизбежным поражением для агрессора, и, если потребуется, огонь красного цветка без колебаний обратится на всех шерханов, гордо демонстрирующих свою ложную неприступность. Высшие законы возмездия не оставят места для пощады. Посмеют ли они бросить вызов неизбежности? Этот вопрос словно застыл в воздухе, раскалывая пространство между страхом и решимостью. Всякое действие, что нарушает равновесие, тянет за собой кармическую нить. Великобритания, этот остров гордыни, однажды может утонуть под тяжестью собственных ошибок, если Россия действительно вынуждена будет использовать красный цветок. Этот символ очищения и разрушения, сокрытый в недрах силы, способен превратить города в прах, а амбиции в пепел. И если выбор падет на него, последствия будут столь катастрофическими, что от Лондона, как и от всей Англии, останутся лишь тени воспоминаний. Пророчества, казавшиеся когда-то сказками, могут обернуться суровой реальностью. Островная нация может действительно погрузиться в бездну. Арчина говорит о предопределенности, о высшем замысле, что подобно нитям судьбы, вплетен в ткань мироздания. Все уже предписано в чертогах Бога, где прошлое, настоящее и будущее соединены в вечный круг. Это напоминает нам о неизменности некоторых путей. То, что должно случиться, обязательно произойдет. Но здесь возникает важный вопрос. Не являются ли мы лишь наблюдателями в этой великой игре, вынужденными следовать за сценарием, написанным кем-то выше? Или все же, глядя на эти события, мы можем вынести урок, способный изменить не сам исход, но наше понимание мира? Ответы на эти вопросы, возможно, скрыты в самой сути красного цветка, энергии, что может разрушить и воссоздать одновременно. Когда Арчина углубилась в тонкий план, она ясно увидела, что драматического сценария, который так часто рисует воображение политиков, не суждено воплотиться в реальность. Над всеми земными планами возвышается сила высшая, Бог, чье решение определяет, каким из возможных путей пойдет мир. И если то или иное событие не вписано в сакральный замысел, никакие человеческие амбиции не смогут его воплотить. Политики, ведомые своими страстями и жаждой власти, могут говорить все, что угодно, но их слова и действия – лишь тени в великой игре мироздания. Они не подкреплены высшей волей, а значит их замыслы обречены рассеяться как дым, если не найдут поддержки в законах света. Однако история Англии, стратегического соперника России с давних времен, напоминает, что борьба за доминирование на планете – ее вечный путь. Несмотря на утрату имперской славы, она все еще считает себя державой, достойной управлять миром, рядом с США, с которыми она, словно два шерхана, делит территорию джунглей. Эта устремленность к глобальному контролю, по-прежнему пропитанная духом высокомерие, порождает неизбежное противостояние. Шерханы, движимые страхом и ненавистью, готовы идти на все, чтобы навредить России, подорвать ее устой, и в идеале разрушить ее как державу. Их амбиции, замешанные на исторической зависти и холодной враждебности, диктуют действия, которые кажутся неизбежными. Но в то же время, эти шаги напоминают отчаянные рывки уставшего хищника, чьи когти притупились, а сила угасла. Россия, воплощенная в мифическом Маугли, остается стойкой перед лицом этого хаоса. Как красный цветок однажды стал символом очищения и победы, так и внутренний свет, поддерживаемый высшей волей, будет ее защитой и ответом на вызовы, которые несут с собой шерханы современного мира. В ближайшие 10 лет мир продолжит пребывать в состоянии глубоких перемен, а скрытые процессы будут обретать все большую ясность. Арчина утверждает, что эпоха абсолютного могущества Англии подходит к своему завершению. Ее статус соперника, способного на равных противостоять России, теперь лишь отблеск прошлого. В будущем Россия будет действовать сдержанно, несмотря на попытки Запада спровоцировать ее на более резкие шаги. Угрозы красного цветка станутся символическими, мощными, но не примененными, как напоминание о силе, способной защитить, но не разрушать без необходимости. Англия сегодня уже не управляет миром, как это было в эпоху ее имперской славы. Она утратила самостоятельность и превратилась в марионетку США. Ее движения управляются невидимыми нитями, ее решения – отражение американских стратегий, а не ее собственной воли. Это болезненная реальность для некогда великой державы, но она лишь подчеркивает ее нынешнюю зависимость. Те, кто взывают к расправе над Россией, не видят дальше собственных амбиций и земных целей. Они духовно ослеплены, лишены понимания того, что мир движется по предначертанному пути, в котором каждая попытка разрушения оборачивается разрушением для самого агрессора. Эти политики забыли, что истинная сила не в оружии, а в ясности намерений, созидании и духовной чистоте. Вопрос о глобальных последствиях остается открытым, но Арчина уверена, что великих катаклизмов удастся избежать. Россия сохранит свой внутренний баланс, продолжит укреплять свои позиции на мировом уровне и оставаться одной из ключевых точек силы в многополярном мире. Конфликт с Западом станет уроком, призванным показать всему человечеству, что путь насилия и разрушения это путь к собственной гибели. Эти 10 лет станут временем осознания, очищения и выбора. Англия, как и многие другие страны, будет вынуждена переоценить свои амбиции и стратегии, а мир шаг за шагом начнет осваивать уроки взаимозависимости и духовного пробуждения. Ведь истинный свет приходит лишь после тьмы, а хаос предвещает новую гармонию. По словам провидицы, России вовсе не требуется сосредотачивать свое внимание на Англии, ведь в ее недрах уже бушуют разрушительные энергии, порожденные самой ее историей. Британия, словно ослабевший великан, медленно падает под тяжестью собственной кармы, накопленной веками колониальных завоеваний, несправедливости и гордыни. Эти тени прошлого теперь возвращаются, чтобы разрушить ее изнутри. Арчина ясно видит на тонком плане, как в недалеком будущем Англии столкнется с бурными гражданскими волнениями. Столкновения, беспорядки и глубокий разлад будут вспыхивать по всей стране, словно пожары, разрушающие остатки ее прежнего величия. Это не просто социальные или экономические проблемы, это следствие кармических процессов, тех долгов, что накопились за века жестокости и жажды господства. Процессы, предначертанные на духовном уровне, уже начались. Они необратимы, и никакие действия политиков, никакие реформы или внешние влияния не смогут остановить их. Это падение не наказания, а очищение, путь, который Англия должна пройти, чтобы осознать и искупить свое прошлое. В результате этой внутренней смуты Британия будет терять свое влияние на мировую арену. Ее голос, когда-то звучавший громко и властно, постепенно станет слабым и незначительным. Она, некогда правящая половиной мира, сама окажется пленницей своих внутренних конфликтов. Россия, видя эти процессы, может спокойно наблюдать со стороны, не вмешиваясь. Силы разрушения, уже пробудившиеся внутри Англии, не нуждаются в помощи извне. Влияние Британии на другие страны ослабнет. Ее попытки сохранять видимость мощи будут все более жалкими. Это станет уроком не только для Англии, но и для всего мира. Каждое действие, каждое решение, продиктованное гордыней и жестокостью, возвращается обратно, оставляя след разрушения на своих создателях. Эти грядущие годы станут для Британии временем испытаний и перемен. Они покажут, что ни одно государство, как и ни один человек, не может избежать ответственности за свои поступки. Кармические долги, однажды накопленные, всегда требуют своего разрешения.